Я очень поздно, вы знаете, начала заниматься русским языком. Это почти, это просто случайно было, потому что я была в больнице, что-то тривиальное, что-то не то с ногами. Но надо лежать две недели и не стоять. Ох, какая скулья, ничего делать, кроме, конечно, читать. И дочь моя, Эмма, привезла меня, по-английски, конечно, «Войну и мир». Это первый раз в жизни я читала русскую литературу. Почему-то это было так. Я без денег читала, все читала, я была в восторге. А вдруг, после трех ночи, я проснулась ночью, думаю, «А, я не читала «Войну и мир». Я тоже читала переводы. Надо заниматься русским языком и читать оригинал. И так, вот как мне повезло. Я точно познакомилась с старой, женщиной, случайно. Не знала. Я думала, англичанка, может быть, не знала. Акцент почти не был. Может быть, иностранка. И после, ну, несколько дней я поступила в «Вечерные уроки», чтобы заниматься русским языком. Когда я сказала это ей, она сказала, «Ну, не надо, я преподаю, конечно». Только тогда я узнала, что она старая эмигрантка. Она приехала в Лондон, когда ей было 18 лет. Всю жизнь она уже умерла. Она была 9 лет старше. И она, я, конечно, забыла уроки, вечерные уроки. И я начала с ней. И потом она дала мне стихотворение Пушкина. Первый раз в жизни. Это было «Медный сад». А я, я не читала стихотворение до этого. А я, опять, я была просто, я думала, ну, наконец, я поняла, что такое стихотворение. И сразу начала перевести это. О, это было так плохо. Только три месяца назад. Я первый раз в течение, может, 20 лет. Мне тогда было 56 лет. 56 лет. И сейчас 85. Ну, это очень много лет назад. А я перечитала. А думаю, о, такой ужас. Надо что, все делать заново. Я почти. И осталось, ну, два с половиной страны. Я почти перепереводила. Это «Медный сад». Но. И так, это первый перевод. Но, когда мне было 62 года, я решила относиться к делам серьезно. Более серьезно. И поступила в Лондонский университет. Это тогда мне было, конечно, 62 года. Но я спросила. «У вас есть зрелые студенты?» «Да, да, хорошо». И, конечно, третий курс был 10 месяцев в Москве. Я приехала сюда с молодыми студентами. Это так смешно. Им, может быть, 22, 19 лет. И, ну, это в общежитии. Это так смешно. Это золотое время было для меня. Конечно, это так для страны, это так трудное, тяжелое время. Это было в девяносто первом году. Ну, конечно. И нам надо найти еду, продукты и так далее. И магазины были, кусты. Ох, это приключение было. Ну, конечно, время проблема. Ну, это забава. Но здесь, конечно, это постоянная проблема. Для меня, я знала, дома есть, ну, Лондон и магазины. Это, конечно, приключение для меня. И вот так я начала. Но это только когда я нашла Пушкина. И поняла, что такое стиховарение. Что я начала читать стиховарение его. И Грибоедов тоже. Это первый курс в университете. И после смерти сына, 12 лет назад, это было, ему было 38. Это авария на мототипе. Он был курьером на мототипе. Год после этого я сама вдруг поездом на конверте начала писать стихи. А с тех пор я пишу тоже мои собственные стихи. Да. И это все. Это все из-за того, что я читала «Войну и мир». И я мечтала быть здесь. А я просто мечтала об этом. А вот, наконец, я не могу. Это для меня так важно. И, наконец, я как-то встретилась, я познакомилась с Талстым. Он здесь. Особенно где его группа. Это, ну, поляна, это место так красивое. Ну, и вот и все, я здесь. Так-то. Новая жизнь для меня начала, когда я начала заниматься русским языком. Такие друзья. В Москве, в Тербурге, в Иркутске тоже. Куда я несколько раз ездила. Да. И это просто новая жизнь для меня. И все из-за толстого. О, я так рада, что я сказала, я в плену сказать сам. Спасибо. Значит, ваш пример заказывает, что никогда не поздно впервые прочитать «Войну и мир». В любом возрасте можно начать, да. Никогда. 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 Ну, и все, кто же так предоставил. Другой немножко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.